Сегодня село Раскальзика, по-настоящему центр мировых гонок, ралли «Шелковый путь» сегодня здесь, в Алтайском крае. Прямо сейчас за моей спиной собралось больше тысячи людей, экипажи уже прибывают, и долго мы ждали этого дня, и наконец-то этот момент настал. 91 экипаж, 32 страны проедут более 5000 километров. Первый спецучасток был Омск-Новосибирск, это 80 километров. Кстати, это самый короткий участок за всю гонку. И давайте я озвучу результаты первого заезда, тем более там есть и наши российские победы. В разделе «КамАЗы» первым пришли наша команда «КамАЗ-Мастер», вторые пришли белорусы, и третий еще один экипаж из России, команда «КамАЗ-Мастер». В зачете автомобилей победу на этапе одержал россиянин Денис Кротов. Вторым стал представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, и третьим француз Герлен Чичери. В зачете мотоцикла в первом стал аргентинец Франко Каими, второе место занял «Росбранч» из Ботсваны, и третье время показал француз Адриен Ван Беверин. Гонщики приезжали на старт после первого этапа из Новосибирска. Их встречали чисто по русским традициям – каравай и баян. Ралли «Шелковый путь» – это гонка с вековой историей. Так и на нашем этапе удалось познакомиться с самым возрастным участником ралли – итальянцем Альду Винклером. Ему 64 года, и он продолжает вести борьбу за золото. Но на трассе он не один, и его сын также участвует в этой гонке. И, по словам отца, молодое поколение сегодня шустрее. Я занимался автогонками с 1986 года по 1995, потом сделал небольшой перерыв, а сейчас я опять решил вернуться назад. Вместе со своим сыном. И решил повторить свои собственные приключения. Помимо гонок для болельщиков была приготовлена и концертная программа с выступлением творческих коллективов и розыгрышей призов. В этот день все шло идеально. Шептала погода, не атаковали комары. Спортсмены и зарубежные журналисты с радостью с нами общались. Мы сюда приехали вместе с моим мужем. Он здесь работает фотографом, а я занимаюсь созданием контента для социальных сетей. Например, снимаю истории, делаю разные видео, выкладываю их и пишу также пресс-релизы о том, что здесь происходит. Это очень красивое место, лес, прекрасные дороги. Это очень интересно для нас. Люди нас поддерживают, они действительно очень прекрасные. Получилось показать третий результат. Нормально. Сейчас в первые дни главное не ошибаться, ехать стабильно и держать там свой темп. Тут в первые дни много особо не выиграешь, но проиграть можно много, поэтому нужно осторожно начинать. Однако не все так гладко. Стало известно, что ралли «Шелковый путь» меняет маршрут. Причина – закрытие границ Монголии из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. На срочном собрании решили, как быть дальше. Было два варианта – менять маршрут или отменять гонки. Вторую идею отбросили. В итоге вместо 12 этапов гонщики проедут 6. Финальный заезд с награждением состоится 6, а не 12 июля в Горно-Алтайске. Второй этап для российской команды выдался успешным. В зачете грузовиков победил экипаж «КамАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова. Также победа и в разделе автомобилей. Экипаж Владимира Васильева обогнал французов. Ну что, прямо за моей спиной стартует еще один экипаж России. «КамАЗ-Мастер» Айрат Вардеев, его команда. И прямо сейчас мы просто окажем с вами все пыли. Вот так мы и работаем, дорогие друзья. Зато какие эмоции, какие довольные лица у зрителей. Жители села Расказиха тоже надолго запомнят этот этап. По их словам, с одной стороны, они испытали огромную гордость за село, через который прошел шелковый пульс, с другой есть и осадок. На месте гонок осталось много мусора. Селяне надеются, что 6 июля в очередной этап заезда зрители будут более благосклонны к Алтайской земле. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.